В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии прошел музыкальный спектакль «Ратория о Святой Земле. Прощальный час в Иерусалиме». На премьере побывали наши корреспонденты. Они поделятся с нами своими впечатлениями. Идея и авторство проекта принадлежит монахине Евросиние Матвеевой, возглавляющей Благодворительный фонд преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Дело в том, что мы смогли сохранить те песнопения, которые были до революции. Это еще когда Елизавета Федоровна возглавляла императорское православное палестинское общество. Она раздавала каждому паломнику, который ехал на Святую Землю, она раздавала вот эти книжицы с песнопениями. В ораторию вошли 13 дореволюционных кантов рождения, жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Работа над ораторией шла долго. Артисты легендарной Мариинки, Современника и Сергиева-Пасадского дома-интерната для слепоглухих детей не просто существовали вместе на сцене. Они как будто вместе молились. ПЕСНЯ Для меня это особый проект. Я делаю его из любви к Господу, из огромной любви к Святой Земле, к городу Иерусалиму, в память о моих любимых, дорогих родителях. Мама моя уходила как раз, когда мы создавали, начали создавать этот проект. Первая песня «Прощальный час в Иерусалиме». Это, кстати, вот, собственно, все наши с ней взлеты и падения, состояние ее здоровья последние годы. А уходила она под спецеон. Очень светло. И для меня это особый проект. Это моя любовь. Это возможность общения, может быть, и духовное общение с ними. Я работала полгода. Я сначала изучала все, что можно было изучить. Изучала все вплоть до откровения, то есть до апокалипсиса, все Евангелие, Библию, все моменты, все деликатные. Потому что здесь ведь у нас полусветское получилось, то есть религиозной направленностью светское произведение. Сочиняла очень долго. Очень долго. То есть полгода это я выбаливала, потом писала сценарий, потом придумывалось видео. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы поблагодарить, прежде всего, кто помог организовать наш сегодняшний концерт. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это фонд Олиги Николаевны. Это одежда Савашида Олиги Николаевны. Нам дали президентский грант. Мы благодарим фонд президентских грантов. На четыре концерта, в первом году Питер, премьера состоялась здесь. Эта оратория не только культурный, но и благотворительный проект. Слепоглухие, покидая интернат при достижении 18 лет, оказываются никому не нужными. Благотворительный фонд «Видеть сердцем» уже строит деревню, где неравнодушные люди смогут принять живое участие в судьбе таких нуждающихся в нашей заботе людей. Продолжение следует...